Планета Земля. 4,5 миллиарда лет эволюции. Все это исчезнет. Уже сейчас действуют титанические силы, которые уничтожат тот мир, который мы знаем. Вместе с учеными-исследователями мы совершим грандиозное путешествие в будущее Земли, в котором природные катаклизмы сотрут с ее лица все живое и уничтожат саму планету. Мы начинаем обратный отсчет до конца света. С точки зрения науки – гибель Земли. Через 7,5 миллиардов лет Землю поглотит пламя, и она исчезнет. Но к этому моменту она изменится до неузнаваемости, превратившись в безжизненный, чуждый мир. Задолго до ее последнего вздоха на нашу планету обрушатся не меньше 7 грандиозных катастроф. Одна за другой они превратят джунгли в пустыни, изменят облик континентов и превратят океаны в пар. Другие бедствия уничтожат атмосферу, истребят животных и погубят все растения. И это только те катастрофы, которые мы можем предсказать. А как же человечество? Возможно, мы исчезнем первыми. Это рассказ о гибели Земли. Первая угроза жизни на Земле исходит с неба. Возможно, прямо сейчас на нас со скоростью 27 км в секунду летит груда камней и металла диаметром 10 км. Она может врезаться в Землю через неделю, через месяц или через год. Но когда бы это ни случилось, мы вряд ли сможем что-либо предпринять. О том, что эта угроза превратится в реальное столкновение с астероидом, мы узнаем слишком поздно. Земля всегда была на линии огня. Это может случиться завтра или через 100 миллионов лет. Это всего лишь вопрос времени. На расстоянии 482 миллионов километров от Солнца, за орбитой Марса, находится пояс астероидов, обломки так и не сформировавшейся планеты. 750 тысяч огромных кусков камня диаметром более 800 метров. Это неисчерпаемый источник небесных боеприпасов, которые выстреливают из пояса и мчатся по космическому пространству. Астроном НАСА, профессор Дон Браунли, много знает об астероидах. Оставленные ими разрушения сложно не заметить. Взгляните на Луну ночью. Она покрыта кратерами, огромными кратерами. Столкновения происходят со всеми планетами. Они случаются в течение миллиардов лет истории. Это обязательно произойдет. Такое столкновение уже случалось. 65 миллионов лет назад астероид шириной 10 километров врезается в Землю. Энергия столкновения поднимает на тысячи метров вверх миллионы тонн скал и превращает песок в стекло за доли секунды. Всего один удар приводит к гибели динозавров, вида, который жил на планете 160 миллионов лет. Так какова вероятность того, что подобное столкновение с астероидом произойдет сегодня? Основываясь на видимых следах столкновений на Луне и планетах, таких как Марс и Меркурий, Браунли сделал прогноз. Столкновение с космическим объектом размером 10 километров, кометой или астероидом, таким, как тот, что уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад, в среднем происходит каждые 100 миллионов лет. При ударе все живое в радиусе многих километров превращается в пар. Энергия столкновения так велика, что земная кора деформируется и трескается, порождая мощные землетрясения. Сильный ветер поднимает волны, которые обрушивают на берег гигантские цунами. Через несколько дней пылевое облако заслоняет Солнце, и планета погружается во мрак и холод. Эта бесконечная зима продлится больше года. Пыль таит в себе гораздо более страшную угрозу. Внезапное увеличение уровня окиси азота приводит к разрушению 85% озонового слоя. Когда пыль, наконец, оседает, через ослабленный озоновый слой на поверхность Земли проникают вредные ультрафиолетовые лучи, которые поражают миллиарды людей и убивают растения и животных смертельными дозами излучения. К концу первого года погибнут не менее 75% живых существ. У тех, кто обитает под землей или впадает в спячку, больше шансов на спасение. Именно это погубило динозавров. Однажды с нами может произойти то же самое. Независимо от того, когда произойдет столкновение с астероидом, через неделю или через миллион лет у человечества будет важное преимущество перед динозаврами. В конечном счете, оно может помочь нам избежать их судьбы. С помощью наших технологий и изобретательности мы сможем построить убежище для защиты или вообще предотвратить столкновение астероида с планеты, изменив его траекторию или взорвав. Сейчас мы действительно можем обнаруживать такие угрозы, прогнозировать столкновения и теоретически даже предотвращать их. Даже если у нас есть возможность защитить себя и свою среду от астероида такого же размера, как тот, что уничтожил динозавров, теперь нам известно, что в Солнечной системе есть намного более крупные астероиды. Может быть, даже технологии будущего не смогут защитить нас от разрушений, которые вызовут в два раза более мощное столкновение. Мы не знаем, когда упадет следующий астероид, поэтому нам трудно что-либо спланировать. Переживать бесполезно. Впереди нас ждет худшее. Даже если мы сможем подготовиться к следующей катастрофе, нам это не поможет. Ледяные щиты толщиной несколько километров, которые смещаются от полюсов, будет невозможно остановить. Грядет глобальный ледниковый период. Откуда нам это известно? Такое уже происходило раньше. Одно из первых доказательств извлекли из смоляных ям Лабрея. Покрытый шерстью мамонт, обитавший во льдах, стал удивительной находкой. То, что его обнаружили в жаркой Калифорнии, казалось тайной. Возможно ли, что когда-то Калифорния была покрыта льдом? Может ли это произойти снова? Чтобы ответить на этот вопрос, ученым нужны данные об изменениях климата за десятки тысяч лет. Эти данные можно обнаружить в слоях отложений на дне океана. Морской геолог профессор Питер Деменакл ищет ключи к разгадке ледяного прошлого Земли. Глубинные морские отложения это уникальные архивные записи о прошлых изменениях климата. Отложения в океане накапливаются непрерывно и очень медленно, поэтому являются своего рода летописью изменений климата в прошлом. В этих крошечных кусочках камня из отложений скрыта разгадка ледяного прошлого Америки и ее будущего. Они попали в отложения десять тысяч лет назад удивительным образом. Все эти камни перемещаются вместе с айсбергами, находясь внутри них. Когда айсберги тают, то их содержимое выпадает наружу. Именно так эти камни оказались посередине океана. Когда-то айсберги отплыли от берега. В процессе таяния камни, которые они доставили с севера, погружались на дно моря. Десять тысяч лет назад большая часть Северной Америки находилась во власти ледникового периода. Но чем было вызвано такое похолодание? Ответ находится не под ногами геологов, а у них над головой, в космосе. Земля вращается по околосолнечной эллиптической орбите, которая постепенно меняет форму. При этом изменяется угол наклона Земли по отношению к Солнцу. Расчеты говорят о том, что комбинация этих изменений может переключать климат с теплого на холодный и обратно. Этот процесс называется циклом Миланковича по фамилии человека, который его открыл. Его расчеты орбиты показали, что ледниковый период сменился теплым 10 тысяч лет назад. Точно такой же возраст у отложений, которые обнаружил Димми Нокл. Когда появились доказательства, что между астрономическими расчетами и реальными геологическими фактами существуют точные соответствия, ученые были потрясены. Так что ждет нас в будущем? Орбитальный эффект называется циклом Миланковича, потому что он повторяется. Димми Нокл считает, что Земля погрузится в следующий мировой ледниковый период в течение 30 тысяч лет. Если с последним мы справились, то пережить следующее будет сложнее. Ведь в последнем ледниковом периоде в мире насчитывалось всего 5 миллионов людей. Сейчас их 6 миллиардов. Смогут ли все из нас выжить? Суша будет покрыта ледяным покровом толщиной 3 километра. Такие города, как Лондон и Нью-Йорк, окажутся под слоем льда толщиной тысячи метров. Уровень мирового океана может упасть на 120 метров, потому что часть воды превратится в лед. Отрицательная температура может установиться на 100 тысяч лет. Пищевая цепь прерывается. Растения умирают, окруженные льдом. Травоядные животные больше не могут находить пищу и вымирают. Когда рушится цивилизация и трудно найти пищу и жилье, на первый план выходят наши базовые инстинкты выживания. Доктор Ирвин Редлинар из Колумбийского университета специалист по реакции людей на катастрофы. Неутешительный вывод заключается в том, что многие не смогут выжить. Труднее всего будет не перебить друг друга в условиях такого природного явления, как новый ледниковый период. Грандиозное перемещение людей, пытающихся спастись от суровых климатических условий, может просто привести к ожесточенной борьбе за ресурсы, пищу, воду и энергию. Миллиарды людей могут погибнуть, когда огромная часть сельскохозяйственных земель окажется подо льдом. Но многие люди переживут похолодание в зеленых зонах к северу и югу от экватора. Здесь сельское хозяйство сохранится, но этого не хватит для снабжения миллиардов людей, которые начнут сражаться за контроль над ним. В немногочисленных зеленых зонах люди выживут, но население Земли сильно уменьшится. Цивилизация, какой мы ее знаем, изменится навсегда. И следующий ледниковый период вряд ли станет последним. Огромные ледяные щиты будут по-прежнему приближаться и удаляться, причиняя огромный вред живым существам и цивилизации. Через 250 миллионов лет ситуация станет еще хуже. Жизнь столкнется с еще более страшной угрозой и окажется на грани исчезновения. Океаны погибнут, а суша превратится в пустыню. Через 250 миллионов лет после ледниковых периодов и, возможно, даже столкновений с астероидами, Земля столкнется с еще более страшной угрозой. Поверхность планеты изменится до неузнаваемости. Жизнь окажется на грани уничтожения. Эта страшная картина будущего вызвана теми же могучими силами, которые определяют облик Земли сейчас. Когда мы смотрим на мир сегодня, у нас создается впечатление, что он стабилен. Горные хребты почти статичны, мы не видим, чтобы они росли. Мы знаем, что уровень моря поднимается, но не можем этого увидеть. Но, взглянув в будущее на несколько миллионов лет и ускорив этот процесс, мы видим неожиданное явление. Континенты перемещаются, горные хребты поднимаются и рушатся. Эти процессы идут в течение миллионов лет. Мы как будто включаем ускоренную перемотку фильма, чтобы увидеть, что произойдет дальше. А настоящее в этом длинном фильме можно представить как всего один кадр. Люди задумались о геологическом будущем планеты, когда впервые увидели весь мир на одной карте. Начиная с 18 века, высказывались предположения о том, что береговые линии континентов в Атлантическом океане походят на фрагменты головоломки. Но вряд ли кто-либо мог представить, что континенты действительно движутся. Однако в конце 20 века ученые поняли, что именно так и происходит. Скорость движения непостоянна, но сейчас Америка удаляется от Европы более чем на 2,5 сантиметра в год, примерно с той же скоростью, с которой растут ногти. Такое движение континентов называют тектоникой плит. По этой теории поверхность Земли состоит из нескольких огромных континентальных плит, которые постоянно движутся. На линиях столкновения возникают высокие горы и мощные вулканы, изливающие расплавленную породу. Это движение определяет облик нашей планеты. Благодаря этой новой информации геологическое прошлое стало абсолютно ясным. Выяснилось, что 250 миллионов лет назад все континенты были объединены в один протоконтинент, который мы называем Пангеей. Это был горячий и суровый мир, где властвовали динозавры. Возможно ли, что в будущем движение тектонических плит снова превратит Землю в один огромный материк? Сейчас мы располагаем гораздо более точными данными о движении плит, чем когда-либо раньше. Поэтому нам стало интересно смоделировать такое перемещение на несколько миллионов лет вперед. Из модели Лайвермора следует, что через 250 миллионов лет новый протоконтинент действительно возникнет. Африка заходит на Ближний Восток, и Антарктида, и Австралия соединяются вместе. Появляется один огромный континент, окруженный гигантским океаном. Из того, что значительная часть суши находится в сотнях или тысячах километров от океана, дождевые осадки практически отсутствуют. Растений нет. Земля поглощает тепло, и температура воздуха резко поднимается. Суша превращается в пустыню. Если бы мы смогли взглянуть на будущий протоконтинент, то, скорее всего, увидели бы что-то очень похожее на внутренние области Австралии. Через 250 миллионов лет возникнет новый мир, в котором более половины суши будет пустыней. Такой жаркой и сухой, что в ней выживут лишь немногие растения и животные. 80% сегодняшних видов может исчезнуть. Выжить смогут те, кто приспособится к нехватке воды, пище и повышению температуры. Наши далекие потомки смогут укрыться в прибрежных районах. Но даже там им не избежать опасностей этого нового мира. По краям континента, возможно, будут непрерывно происходить вулканические явления и землетрясения. Тектонические силы, которые создали протоконтиненты, все еще действуют. Сейчас они деформируют и расщепляют землю в самых слабых местах. В результате происходят мощные землетрясения. Лава вырывается через эти новые трещины и образуют вулканические хребты. Расплавленная порода растекается на тысячи километров, испепеляя все живое на своем пути. Жизнь на суше окажется невероятно сложной. Произойдет массовое вымирание видов. Но это ничто по сравнению с ущербом, который будет причинен живым существам в новом суперокеане. Через 250 миллионов лет облик планеты Земля будет определять один протоконтинент. Так уже было раньше. Изучив события прошлого, мы узнали о том, какое разрушительное воздействие такой единый континент окажет на океаны в будущем. Смертельная доза углекислоты может привести к массовому вымиранию, уничтожив 96% жизни в море. Но откуда появится эта убийственная углекислота? Самые мощные естественные источники углекислого газа на планете хорошо известны. И они в избытке будут представлены на протоконтиненте будущего. Вулканы. Чтобы понять, каким образом углекислота, вырабатываемая вулканами, приводит к массовому вымиранию в океанах, доктор Джеймс Барри изучает, что произошло в похожей ситуации с одним конкретным животным под названием брахиопод. Более 100 тысяч лет назад кислотность океанов резко повысилась из-за углекислоты, которая выделялась вулканами. Из-за повышенной кислотности вымерли не только брахиоподы, но и многие другие виды животных. Доктор Барри стремится понять, что именно происходит при резком повышении уровня углекислоты. Первыми от этого пострадают моллюски. Брахиоподы – любопытное создание. Это один из первых настоящих видов животных, который появился на планете 400 миллионов лет назад. Они были одной из доминирующих форм жизни, но их число сократилось с 30 тысяч видов до 300. Они яркий пример того, как можно вымереть. Брахиоподы пережили все бедствия, которые Земля обрушивала на них в течение сотен миллионов лет. Однако именно извержения вулканов на суше уничтожили 99% видов брахиоподов в море. Исследования Барри объясняют, как это произошло. Брахиоподы очень чувствительны к уровню углекислоты. Избыточная углекислота вулканов растворяется в воде, повышая ее кислотность. Попал в океан, она смешивается и реагирует с морской водой, образуя угольную кислоту. При этом изменяется химический баланс океана. При повышении кислотности моря брахиоподы вымирают. Через 250 миллионов лет твердые оболочки всех морских беспозвоночных растворяются в кислотной воде. Их обитатели погибают и исчезает важное звено пищевой цепи. Их хищники голодают, и недостаток пищи достигает самых верхних звеньев цепи. Одновременно с разрушением пищевой цепи в игру вступает еще одна вредная особенность единого протоконтинента. 80% морских видов обитает рядом с береговой линией. Когда вся суша станет одним континентом, протяженность прибрежной линии сократится. Начнется жестокая битва за теплое место под Солнцем. Береговая линия будущего протоконтинента может быть на 70% меньше, чем сейчас. Итак, следующий протоконтинент будет нести смерть. Через 250 миллионов лет безжизненная пустыня вместо суши и океан с высокой кислотностью означают, что произойдет массовое вымирание, после которого гибель динозавров покажется пустяком. Но, как ни удивительно, некоторые растения и животные смогут выжить. Те, кто способен адаптироваться. Такие животные, как змеи и пауки, которые прекрасно себя чувствуют в жаре. Возможно, эволюционируют низкие, жесткие кустарники и виды кактусов. Жизнь сохранится в течение следующего миллиарда лет. Только потом на нашей планете жизнь начнет вымирать окончательно. Это будет конец для всех живых существ на суше. Через миллиард лет мир станет намного жарче. Все звезды, подобные нашему Солнцу, проходят цикл жизни и смерти. Но через миллиард лет оно окажется намного ближе к гибели. Когда начнут догорать остатки его топлива, внутренние процессы приведут к расширению Солнца, и его поверхность будет придвигаться все ближе и ближе к Земле. Температура будет стремительно расти. Сейчас она равна 30 градусам Цельсия и повышается. При повышении еще на 10 градусов Цельсия это физический предел для человека. Повышение еще на 10 градусов Цельсия это физический предел для человека. Кровь сгущается, происходят инсульты, отказывают внутренние органы. В течение следующего миллиарда лет человечество не сможет существовать. Человек способен на чудеса инженерной мысли. Но все когда-нибудь ломается. Присоединяйтесь к Шону Райли и бригадам самых умелых в мире мастеров. Они осуществляют ремонт колоссального масштаба, дорогостоящий и опасный. Если сломалось что-то большое, они починят. Труднейший в мире ремонт по пятницам в 23.50 на канале НадГео HD. Если хотите пойти со мной, это на ваш риск. Далеко в горах между Афганистаном и Пакистаном, где, как считалось, скрывался Усама бен Ладен, хозяйничают талибы, продолжающие свою священную войну. То, что они сделали, действительно ужасно. НадГео приглашает вас в места, скрытые от глаз чужаков до сих пор. Взгляд изнутри. Талибанистан. Воскресенье в 23.00. Мегазаводы по средам в 23.00 на НадГео HD. К этому моменту мы навсегда исчезнем с лица Земли. Но другие виды живых существ смогут выжить. Здесь, в Академии наук Калифорнии, профессор Лин Росчайлд ищет в истории вымерших видов примеры существ, которые смогли бы выжить в мире в два раза более жарком, чем сегодняшний. Я держу в руке аммонита. Они были очень успешной группой беспозвоночных. Это были грозные хищники, которые вымерли в конце периода ракообразных. Это не их вина. В свое время они были лучшими, но исчезли. Когда солнце начнет расширяться и мир будет все более и более жарким, все сведется к удаче. Если совершенно случайно ты лучше приспособлен к новому миру, то выживешь. Если нет, тебе просто не повезло. Только те, кто способен максимально адаптироваться, смогут выжить. Но по мере ухудшения условий для жизни на суше наступают последние дни. Первыми пострадают растения. Исследователь атмосферы и профессор Джеймс Кастинг один из немногих, кто знает, что произойдет с растениями через миллиард лет. Он обнаружил, что резкое уменьшение углекислого газа уничтожит большинство из них. Уровень углекислоты упадет в два раза. При этом погибнет 95% растений на Земле. Сегодня идут геологические процессы, из-за которых углекислый газ концентрируется в глубоководных океанических отложениях. Но, как и со всеми химическими реакциями, их скорость возрастет с повышением температуры. Через миллиард лет этот процесс, ускоренный за счет потепления на Земле, приведет к исчезновению углекислого газа из атмосферы. Без углекислого газа растительная жизнь задыхается и погибает. Последние зеленые участки нашей планеты становятся бурами и мертвыми. Вся суша покрыта огромной пустыней. Очень трудно представить себе будущее без растений. Наверное, лучше всего это можно сделать, отправившись в пустыню. В каком-то смысле это очень красивое место, но оно совершенно безжизненное. Без растений нарушается пищевая цепь. Травоядные голодают, а вслед за ними и хищники. Животные, насекомые, рептилии и млекопитающие для всех живых существ на суше пробил последний час. На всей планете остается только одно место, которое по-прежнему может поддерживать жизнь. Океан. Но через миллиард лет умирающее солнце расширяется, температура растет, и океаны начинают испаряться. По мере падения уровня воды они становятся все более и более солеными. Чтобы понять, на что похожи океаны будущего, профессор Росчайлд приехал на соляные озера в пригороде Сан-Франциско, где морскую воду испаряют для получения соли. Здесь происходит то, что, скорее всего, произойдет на Земле, когда концентрация соли поднимается все выше, и многие знакомые нам организмы, на рыбы, ламинарии, водоросли, скаты и так далее, просто вымирают. Это конец жизни в океанах, какой мы ее знаем. Киты, дельфины, медузы, коралловые рифы практически все это исчезнет. Они не смогут выжить во все более соленой воде. В какой-то момент в живых остаются только береговушки, крошечные черви и некоторые микробы. При очень высоких концентрациях, примерно в 10 раз превышающих содержание соли в океане, выживают только организмы под названием галлофилы. Именно галлофилы, крошечные организмы, которые прекрасно живут в очень соленой среде, придают воде красный цвет. Этот цвет не случайность. Летом мы обычно загораем. Я ходила в бассейн и немного более загорелая, чем зимой. Этим организмам тоже нужно защищаться от сильного солнца, от ультрафиолетового излучения. Поэтому вместо загара они вырабатывают большое количество красного пигмента, каротиноидов. Такие же соединения встречаются в помидорах, моркови и так далее. Оранжево-красный пигмент помогает этим организмам защищаться от сильного солнечного света. Когда в небе сверкает палящее солнце, а температура растет, выжить могут только невероятные существа под названием экстремофилы. Через 1,2 млрд лет все остальные живые существа погибнут. Когда Земля станет очень неприятным местом, мы вернемся к миру, которые населяют одни микробы. Почти к тому, что было на ранних стадиях эволюции жизни на Земле. Экстремофилы цепляются за последний шанс сохранить жизнь в жалких остатках океана. Последний сокрушительный удар, который положит конец всей жизни, не за горами. Через 1,2 млрд лет животные и растения стерты с лица Земли. Только экстремофилы-микробы могут выжить в стремительно испаряющихся и все более соленых океанах. Для океанов тоже пробил последний час. Расширяющееся солнце настолько яркое, что средняя мировая температура поднимается до невероятных 37 градусов Цельсия. Это почти вдвое больше, чем сегодня. Профессор Джеймс Кастинг исследует пагубные последствия, которые это окажет на океаны будущего. Мы считаем, что океаны Земли начнут исчезать, когда Солнце станет на 10% ярче, чем сегодня. Его открытие подтверждает данные, полученные астронавтами Аполлона в 1972 году. Земля теряет водород. Вода состоит из одной части кислорода и двух частей водорода. Астронавты увидели, что микроскопическая часть океанов улетает в космос. Сейчас это количество не является поводом для беспокойства, но через 1 миллиард 200 миллионов лет, когда температура вырастет до 38 градусов, этот процесс выйдет на новый уровень. Более быстрое испарение насыщает воздух водой. Когда вода поднимается в верхние слои атмосферы, ультрафиолетовые лучи Солнца расщепляют ее на два элемента, кислород и водород. Водород настолько легок, что улетучивается в космос и теряется навсегда. Из-за постепенного высыхания океанов небо приобретает новый пугающий облик. Оно постепенно начинает заслонять Солнце. Из космоса поверхность Земли как будто исчезнет. Думаю, если бы мы посмотрели на Землю с Луны через миллиард лет, когда вода начнет испаряться, мы увидели бы планету, совершенно не похожую на нашу. По мере того, как теряется все больше водорода, доля кислорода увеличивается, и он сгущается. Из-за интенсивного испарения атмосфера становится все более плотной. Влажность возрастает до 100%. Грозовые облака поднимаются выше. На высоте 100 километров, благодаря сочетанию жары и влажности, начинают возникать супергрозы, более яростные и мощные, чем когда-либо раньше. Поскольку с поверхности поднимается огромное количество воды, в верхних слоях атмосферы образуется лед. Будут возникать гигантские бури с градом, но из-за жары внизу град никогда не достигнет поверхности. Атмосфера будет насыщена газами. Возможно, поверхности вообще не будет видно. Если бы вы обладали ультрафиолетовым зрением, то увидели бы, как огромное количество водорода улетает в космос. Если бы такой процесс можно было увидеть, то вы бы поняли, что на поверхности планеты происходит что-то ужасное. Это смертоносный цикл. Чем выше температура, тем быстрее исчезают океаны, и тем более яростной становится погода. Ученые называют этот процесс парниковым эффектом. Кастинг обнаружил, что от начала до конца весь процесс гибели океанов может занять менее 200 миллионов лет. Жизнь не может существовать без воды. Чтобы узнать, когда это произойдет, ему нужно было изучить планету, весьма похожую на Землю, которая лишилась океанов таким же образом. Я заинтересовался будущим земных океанов, когда изучал не Землю, а Венеру. С точки зрения физики, Венера — почти копия нашей планеты. И миллиарды лет назад она, возможно, еще больше походила на нее. Изучение Венеры помогло кастингу спрогнозировать, когда начнется процесс высыхания океанов. Результаты стали настоящим шоком. Раньше, когда мы работали над этой задачей, многие ученые считали, что океаны Земли будут существовать как минимум еще 3 или 4 миллиарда лет. Но мы смогли доказать, что беда придет намного раньше. Мы можем потерять океаны через 1 миллиард 200 миллионов лет. Когда вода испарится, от великолепных океанов Земли останется только высохшая соляная корка, такая, как эта. Означает ли это гибель всех живых существ? Невероятно. Но новые открытия указывают на то, что даже без воды простейшие формы жизни могут выжить. Но как долго? Мы знали, что некоторые организмы могут жить в очень соленой среде, и что они также могут сохраняться в твердой соли. Но мы не знали, что, находясь в твердой соли, они не просто временно прекращают жизненные функции. У них сохраняется метаболизм. Они продолжают дышать, питаться и спражняться. Они функционируют, но очень-очень медленно. Для нас это стало потрясающим открытием. Через 1 миллиард 400 миллионов лет, когда океаны полностью исчезнут, в твердой соли смогут выжить экстремофилы, но с трудом. Эти организмы смогут прожить в такой соляной корке намного дольше даже без воды. Они не смогут жить так вечно, но они продлят свое существование. Возможно, еще на несколько миллионов лет. В это время их главной защитой будет красный пигмент, который играет роль защиты от Солнца. Пока они живы, эти организмы изменят вид нашей планеты из космоса. Обычно Землю представляют как прекрасную голубую планету, бледно-голубую точку в небе. На самом деле, в течение половины своей будущей истории Земля будет планетой Барби. Она будет покрыта розовой солью. Вот как Земля будет выглядеть через 1 миллиард 400 миллионов лет. Экстремофилы цепляются за жизнь в битве, исход которой предрешен. Температура, растущая из-за повышения яркости Солнца, рано или поздно одержит над ними верх. Через 1 миллиард 600 миллионов лет температура достигнет 106 градусов Цельсия. Это намного выше точки кипения воды. В конце концов, жизнь терпит поражение. Умирает последний из оставшихся экстремофилов. Время розовой Земли проходит. Наша планета превращается в бурый, однообразный мир. Если мы не найдем убежище на другой планете, это конец для жизни в нашей Вселенной. В течение следующих 6 миллиардов лет наш мертвый мир вращается вокруг умирающего Солнца. Только астроном способен заглянуть так далеко в будущее и увидеть последние дни существования Земли. Доктор Роберт Смит из университета Сассекса узнал, какая судьба ожидает Землю в самом конце. Но путь к этому открытию оказался коварным и извилистым. Все начинается с того, что умирающее Солнце продолжает увеличиваться в размерах. То, что Солнца станет больше, будет иметь серьезные последствия для Земли. По нашим прогнозам, Солнце увеличится как минимум в 200 раз по сравнению с сегодняшним размером. Все звезды проходят цикл жизни и смерти. Астрономы знают об этом, потому что могут наблюдать звезды на всех этапах, через которые пройдет и наше Солнце. Через 7 миллиардов лет наше Солнце будет близко к смерти. К этому моменту Солнце окажется в тысячу раз ярче, в 200 раз больше, чем сейчас, и будет продолжать расширяться. Его жар в буквальном смысле расплавит черты земного образа, лишив ее последнего своеобразия. Из-за того, что Солнце увеличивается, горы начнут плавиться. Вместо высоких гор и океанских глубин возникнет сфера правильной формы. Абсолютно ровная и очень-очень горячая. К этому моменту поверхность Земли плавится под воздействием температуры в 1370 градусов Цельсия. По ней течет жидкий металл. Наша планета стала неузнаваемой, совершенно чужим миром. Теперь ее гибель близка. Но расчеты доктора Смита показали, что в последний момент она может спастись. Прошло 7,5 миллиардов лет. Горы и океаны стерты с поверхности Земли. Температура превышает 1370 градусов Цельсия. Планета остается безжизненной уже 6 миллиардов лет. Теперь суждено погибнуть самой планете Земля. В сердце умирающего Солнца реакция гелия проходит переломный момент. Он настолько уплотняется, его атомы настолько сконцентрированы, что ядро становится неустойчивым и взрывоопасным. Солнце проходит через последнее превращение и становится красным гигантом в 250 раз больше, чем сейчас. Оно заполняет небо. Вначале вы увидите, как Солнце начинает увеличиваться в размерах. Оно становится краснее и ярче. Сейчас мы привыкли, что оно примерно размером с полной Луны. Затем оно становится все огромнее и огромнее, заполняя все большую часть неба. Превратившись в красного гиганта, Солнце, наверное, будет заполнять примерно половину неба. Сжигая последнее топливо, Солнце расширяется. Теперь оно имеет почти 320 миллионов километров в диаметре и поглощает все на своем пути. Это ли судьба ожидает планету Земля? Когда доктор Смит в первый раз попытался ответить на этот вопрос, расчеты показали, что при расширении Солнца его гравитационное воздействие на Землю ослабевает. Цепь разрывается, и наша планета уплывает в космос, теоретически избежав смерти в огне. Казалось, что Смит спас нашу планету. Мы были рады, что спасли Землю. Некоторые газетные заголовки говорили именно об этом. Однако позже один из коллег Смита применил иной подход и представил новые расчеты по красному гиганту. Они давали совершенно другую картину. Перепроверив расчеты, мы поняли, что упустили кое-что из вида. Мы обнаружили, что есть один эффект, который отсутствовал и который следовало бы учесть. Он связан с приливами и отливами. Они не учли приливно-отливные явления, которые Земля вызывает на Солнце. Гравитация Земли создаст на поверхности Солнца приливную волну. Почти так же, как Луна вызывает приливы и отливы в земных океанах сегодня. Эта волна, в свою очередь, оказывает влияние на Землю и притягивает ее к Солнцу. Смит начал работать с новыми данными, чтобы выяснить, что именно произойдет в этом случае. Мы не знали, чего ожидать, когда впервые ввели этот дополнительный эффект. Мы надеялись, что даже с учетом приливных явлений, Земля все равно спасется. Смит объявил о совершенно противоположных результатах. Новости были неутешительными. Приливной эффект приковывает Землю к Солнцу. Когда мы снова стали решать задачу и внесли в ее условия дополнительные эффекты, то поняли, что на самом деле Земле не удастся выжить. Мы решили назвать нашу публикацию «Судный день». Поверхность Земли сейчас нагрета до 1370 градусов Цельсия. Это температура плавления металла. Внешние края Солнца вот-вот поглотят Землю. Чтобы попытаться представить, как будет выглядеть исчезновение Земли, можно сравнить его с падением астероида в сегодняшней земной атмосфере. Она полностью сгорит, испарится, исчезнет, станет частью Солнца, как будто ее никогда не существовало. История планеты длиной в 12 миллиардов лет подходит к концу. Гибель планеты Земля в облаке пламени. Солнце испепелит ее, превратив в отдельные атомы. Как говорится, прах к праху. Но все не так плохо, потому что эти атомы, из которых состоите вы, ваша собака, ваша машина, отправятся в космос и образуют новые звезды, новые планеты, возможно, даже новых людей. Жестокая шутка судьбы в том, что однажды дающие жизнь звезды отнимут ее. Грядут большие перемены. Разобравшись в устройстве Земли прошлого и поняв процессы, которые происходят в настоящем, наука начинает понимать, что ждет нас в будущем. Гибель Земли предстает перед нами с неизбежностью. Она предопределена ее геологическим прошлым и, в буквальном смысле, звездами у нас над головой. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Рахленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова